Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Приглашаю к экранам всех, кому нравится распаковка посылок с сайта Любимый Василек. Вы видите, какая я сегодня красивая, нарядная, цветущая. А все почему? А потому что я приобрела платье. С него и начнем. Пока с крупным планом каждого изделия я начинаю с тех цифр, по которым можно найти. Бывают названия, а бывают именно цифры. Вот если в поиск выбить 2-4-2-3-4 платья брусника, то выйдет это платье. По этикеточке можно увидеть состав, вообще все, что нужно. Итак, горловина. Очень хорошо видно. Рукав с небольшим отворотом. Кажется, он называется цельнокройный. Ну, девочки, я еще та, конечно. Цветы, ну, я не знаю. Это только в саду на качелях кататься и птичек слушать. Я не знаю вообще. Прям просто летняя атмосфера. Покачались на качелях, едем дальше. А-образный силуэт потихонечку нас ожидает. На пути встречаются кармашки. И это очень хорошо. Ой, моя полная рука спокойненько входит. Мне очень нравится, когда не стопорится. Вот бывает, что... Как это? Проход в карман. Закройщица, простите меня, пожалуйста. Узенький. И это меня напрягает. Здесь же просто вот, ну, я не знаю, красота. Подол гораздо шире, чем в области талии. Вот я прям сложила, чтобы можно было посмотреть. И очень любим мной вот такой вот покрой. Я его называю коромыслом, я не знаю, полукругом, как угодно. Получается, что сбоку одновременно и разрез. И как-то это все визуально удлиняет. Мне так кажется. Честно говоря, платье досталось мне по случаю. Когда я увидела на картинке, сразу сказала, хочу, хочу. И я уже представила себя в этом платье. И дома, когда встречаю гостей. И летом на улице. А как прекрасно съездить в санаторий, да? Я люблю пижаму. Что уж говорить, дома я люблю пижаму. Есть грешок. Но не везде они будут уместны. А вот такое платье можно, вы знаете, с радостью порхать к речке, на обед, на прогулке, на ужин. И всегда ты будешь, ну, вечерком накинешь палантинчик на плечи. И мало того красиво, еще и тепло. Однако в размерной сетке я увидела потолок 58. А за годы сотрудничества с Василько я привыкла, что очень многие вещи маломерят. Пожала плечами и заказала подруженьки. Мы выбирали вместе. А себе я заказала другое платье. Оно мне нравилось хуже. Я вам покажу его следующим. Однако и это платье, и другое платье не маломерят. Они идут размер в размер. Поэтому маркировка 58 мне подошла как никогда. Очень мне платье понравилось. Фигурой я не блещу. И уже привыкла, знаете, чтобы от груди шло такое А-образное. То есть не подчеркивать ее. Потому что нет. Однако покрой именно этого платья, да, как-то и талию показывать. Но во всяком случае в каких-то таких размытых очертаниях. У меня иначе никак. И в то же время бедра и не в обтяг. И тут какая-то вот тюльпанообразная юбочка. Мне понравилось все. Самое главное, не маломерят. Очень довольна я обновкой. Да, лето далеко. Буду носить и радовать себя. Ну, халаты я не люблю. Вы знаете, это не мое. И очень многие предпочитают халатом. Да там пуговица оторвется, там замочек. Я понимаю, халат халатом рознь. Я в общем и целом. А уж платьишко, оно и есть платьишко. Теперь про второе. Смотрим, как быстренько найти в поиске. Потому что сейчас очень много страниц в разделе платья. Очень, там 50 с чем-то что ли. То есть лупу нажимаем, вбиваем платье. 3, 5, 7, 9, 5. Бежевый. Горловина очень хорошо показана. Рукав я его называю футболочный. Вточной, как у футболки. Может быть, как-то это называется по-другому. Я вот лучше дичата покажу. Потому что мои комментарии иногда, ну я не знаю, заставляют температурить закройщиц. Выточки. Размер большой, без выточек никак. А для меня это то, что меня как бы, ну не надо, понимаете? Мы разные. Я ничего не хочу сказать, правильно или неправильно. У меня как раз выточки не сядут куда надо. И вот это как раз станет поводом не покупать подобные вещи. Вот совсем ведь другой калинкор, да? Вот в этом платье. Вот это вот мое-мое, как у футболки. Никаких тебе выточек. Лишний раз убеждаюсь, какие мы разные. Мы и по фигуре-то все разные, по предпочтениям. Дальше, опять же, идет расширение. Книзу карман. Вот такой он уже сшит. С обеих сторон кармашек. Не навручий. Нет, не навручий. Здесь тоже все в порядке. Да, рука моя пролезает очень даже хорошо. Дальше вот такой трюк от закройщицы. По косой пришивается... Так, ну как, это не валан, это деталь. Вот он у нас подол. И вот, я так понимаю, в другом расположении ткани пришивается кусочек. Там-то все веточки так, а здесь веточки. А может быть, они в другом расположении. Ну и еще немножко подол за счет этого, что ли, заужается книзу. И простое трикотажное платье уже становится таким покроем не совсем простым. Так, а сзади есть такая штука? Так, сзади, во-первых, шов идет. Вот посередине спины у того платья не показывал, потому что его не было. Да, и вот встреча двух швов. Тоже по косой пришит. Ну, скроен во всяком случае. Вот такой участок платья. Интересно, я такого не встречала. И тоже это немножечко заужено. Я бы с таковым удовольствием 58-й примерила. Но это мне очень большой размер для меня. Я покажу, как это смотрится платье на модели обязательно. Ну вот, кулирка, трикотаж. Это же незаменимая вещь. Для лета, для дома. Прелесть прелестная. Кто халата не любит, такая прекрасная альтернатива. Именно это платьишко изначально я заказывала себе. Просто привыкла удобно и уютно себя чувствовать в вещах размера с маркировкой 60-62 при своем 58-м. Но одно дело, это свободные такие. Ну, что, например, провести? Например, платье-халат. Любимейшее мое платье-халат, которое я с огромным удовольствием и носила, и продолжаю носить. И другое дело, ну, платье, где все должно быть как-то, ну, другой покрой, да, уже другие как бы требования к посадке. И в маленьком таком подсъеме видео, которое вы видели об этом платье, я оговорилась, что на себе показать не смогу. Я покажу. Дело в том, что мне пришлось чуть-чуть здесь с прищепочкой сзади, да, ну, мне платье великовато. Это факт. И если плечи не на месте, я к этому спокойно отношусь, то вот лишняя ткань где-то здесь, да, я ее чуть-чуть защиплю и обязательно покажу в этом платье, чтобы вы представили. Дело в том, что покрой-то тоже очень удачный. Кто любит трикотажное платье, обратите внимание. Ну, я такой человек, не люблю выточки, но если они на месте, все с ними в порядке, их и не заметишь. Это просто действительно вещь, нужная для хорошей посадки. Но платье предыдущего покроя лично мне нравится лучше. Все мы разные. А так, в общем и целом, идея этого платья, она невероятно хороша. Тоже, кто предпочитает летом вещи из кулирки? Кулирка кулирки рознь, я это понимаю. И очень многие вещи служат недолго. Вот кулирка, например, с лайкрой. Ой, это очень долго можно вещи носить. А платьишки очень дешевые, они в районе тысячи, плюс-минус там стоят. Они свою цену отобьют радостью, которую нам принесут. Пока новые, незастиранные, шикарные, это просто летний наряд, прекрасный летний наряд. Со временем, да, можно сразу их определить домашнее платье. Мне такие вещи нравятся. Мне очень нравятся такие вещи. Туники не понимаю, а платье, а еще прям вот в пол подлиннее, это вообще мое-мое. Вот такая вот перестановка фигур на шахматной доске у нас произошла. Платье, которое я заказывала подруге, достается мне. Платье, которое я заказывала себе, достается маме этой подруги. Не бойтесь, подругу без внимания не оставим. Мы обязательно ей что-то подберем. Благо, что ассортимент в Васильке огромнейший. Мы просто теперь знаем, что если бы я себе это платье брала, я теперь тоже с маркировкой 58. Но я удивлена, потому что я привык к тому, что маломерят. Ну, а мы едем дальше. И дальше у нас футболка. Ну, не могу я без них, родимых. Футболочки, V-образный вырез. Обожаю. Как найти? Найти, что надо ввести. Футболка 9062, цвет черный. Или я сказала, или еще скажу, что цвета разные. Я просто не знаю. Я снимаю отдельно вот эти вот фрагменты, а потом буду сам снимать ролик. Иногда забываю, что я там уже наговорила. Смотрите, вот такой вот... Вот, спасибо, телефон. Трикотажный ворот. Цвет меняется. Это, наверное, как фонарик, что ли, камера. Чисто черный, в общем, цвет. Это рыжие пятнышко бегает. Это, наверное, какой-то, не знаю, от камеры. Обожаю футболки. Я готова вообще все цвета собрать и ходить. Это же расходный материал. Просто расходный материал. Так, состав мы с вами сказали. Футболка базовых цветов. Что может быть лучше? Я считаю, это прелесть. Под джинсы, под любые трикотажные порточки, для дома, для улицы. Черный, белый, красный, серый. Всегда было и останется нашим всем. Нашим всем, правильно сказать. Но, но, очень важно заметить, что в футболке, девочки, кто ищет футболки именно большого размера, вот это 64, но мне почему-то мой 58 прям хорошо. Я давно и часто повторяю, что вроде как нечего обтягивать. Точнее, обтягивать-то есть чего, но не надо обтягивать. Поэтому я залезла бы и в 58 свой, конечно же. Но мне бы хотелось просторца. А вот этот, по-моему, это максимальный был. Я только помню, что много цветов. И желтенький. Как зимой-то хорошо, желтенький. И оранжевый. Какой еще? Цвет морской волны. Девчата, ссылка на магазин будет под видео, да, лучше пройти и посмотреть. Я всегда называю вам артикулы, как найти футболку. Но лучше прям взять футболочки и маечки, да, и листать страницу за страницей, потому что много чего интересно. Ну, еще и V-образный вырез. Сколько раз вы меня видели в футболках от Василька с V-образным вырезом в многочисленных визуальных роликах? Потому что обожаю. Я их просто обожаю. Но то были хэбэшные футболки. Они сейчас есть, да, называются Валерия. А это футболочка из вискозы. Вискозы с чем-то. Ну, я этикетку всегда показываю. Черный цвет, я так, знаете, чтобы не просвечивала. Я такая всем. Хотела беленькую еще взять. Думаю, ну, вдруг беленькая там. Я люблю комфорт. Потому что если ты, хотя беленькая, если под какие-то комбинезоны, где все закрыто, тоже можно. Я люблю комфорт. Вот я знаю, что в этой футболке у меня, во-первых, а, ничего не обтянулось. Б, очень хорошо закрыта пробзона, проблемная зона. Я ее пробзоной называю. Вот обожаю футболки Валерия. Я их сейчас принесла. Но они иногда подпрыгивают после стирки. Открывается до стирки ничего. А после стирки у некоторых почему-то цветов подпрыгивает длина. И пробзона открыта. То есть не во всех джинсиках можно. Вискоза, она не подпрыгнет. Поэтому, девочки, если нужны футболки большого размера, пожалуйста. Что мне хочется сказать про мои любименькие футболки Валерии. Это не Валерия. Я про Валерию, который тоже есть на сайте. Смотрите. Там есть как бы два вида. Посмотрите. Вот это просто зеленое. Ну, может быть, хайки. Может быть, лес. И если там нет слова меланж, рядышком. По-моему, меланж. Когда несколько цветов сочетается. То они вот как будто действительно просто хэбэ. И в них ничего нет. Я очень часто в футболках мелькаю. Вы все видите. Это тоже футболки. С своеобразным вырезом. Моя любовь. Если написано слово меланж. Меланж или какой-то цвет. Плюс еще. Вот тоже может быть хайки. Еще что-то. Мы сразу готовы к тому, что видите. Ну. Рябушка такая. В цвете. Вот эти футболки. В отличие от тех, где на слово меланж не написано. Они хэбэ-то хэбэ. Но как будто там 5% чего-то. И они, понимаете, обтягивают больше. Если взять потолок 60-й. 60-й размер со словом меланж. И 60-й размер без слова меланж. Вот эти просторные. Я говорю это не по одной футболке. Вот, например, у меня просто желтая. Тоже вы частенько меня видите. Я, чтобы на одном и том же месте, сидя, разную картинку создавать в роликах, которые выдаю на гора каждый день. Мне хочется менять картинку. Вот футболочки мне в этом помогают. Тоже V-образный вырез. Желтенькая. Вот это тоже без слова меланж. Просто желтенькая. И вот эти футболки. Они мне чуть просторнее в своем. По своей маркировке 60-й. Чем футболочки, где есть меланж. Я все даже не взяла. У меня еще и вершневенька и так далее. Вот здесь меланж. Это видно. Вот здесь меланж. Это видно. Со словом меланж футболки, они словно я как бы 60-й. А это как будто 58-й. Они поменьше на размер. Мне так кажется. Как будто как вот резиночки. И они подпрыгивают после стирки в длине своей. 100%. Открывают проб-зону. Эти могут подпрыгнуть, могут нет. И по длине, конечно же, преподносится сюрприз. Не у всех цветов. Может быть там дело в покрове. Я не могу сказать. Я не утверждаю. А уж вот эта футболка. Я заказала только одну. Потому что надо померить. Вдруг я к 64-му тону. Я не скажу, что они маломерят. Я в 58-е легко бы прям вползла. Но кто как носит футболки. Кто-то, чтобы всё трешало. Как дед мой не скажет. А кто-то свободненько. И мне вот прямо, знаете, 64-й. Я всё из-за длины. Я могу спокойно в джинсах. Я могу спокойненько. Потому что длина хорошая. И я не знаю, что можно сказать плохого о футболках. Это наша помощница. Это наша помощница. Я вот сейчас муховик сверху. Всё, пожалуйста. В любые трикошки дома. Спортивные штанишки. Джинсы. Комбинезоны. Сарафаны. Без футболочки никуда. Очень рекомендую. Расходный материал. Я эту мысль постоянно провожу. Стирается часто. Носятся. У меня так каждый день. И спасибо футболке, что вы есть. Вот так я хочу сказать. Ну и мне осталось только поговорить о постельном белье. Здесь я повторюсь. На любой вкус, на любой кошелёк вы можете найти постельное бельё на сайте любимый Василёк. Вензеля желаем. Я вот здесь его буду держать. Здесь буду уже по традиции оставлять скриншот. Пожалуйста. Вы знаете, прям так для зимы. Такой какой-то, как мороза на окне. Что-то в этом есть. Очень красивый. Это я полуторку показываю. Но этой же расцветкой можно двушечку найти. То есть, если мы бязь выбрали, одну и ту же расцветку мы можем встретить и в полуторке, и в двушке, и в двушке евро. Потому что евро-то можно быть с большой, просто евро, с большой простынёй, с большой простынёй и с пододеяльником большим. На сайте всё очень легко, хорошо скомпоновано. Там не заплутаешь. А я вам название не говорю. Я умею, девочки. У меня же такое платье с цветами есть. Зачем теперь название постельного белья? Сюзанна. Песня такая. Сюзанна. Это первое было. Второе. Людвиг. Ван Берховен. Клеточка. Никогда она не выйдет из моды. Кто уж любит клеточку, то всегда любит клеточку. Кто любит горошек, тот любит горошек. А кто любит цветочки, у меня в садочке выросли и цветочки. И, пожалуйста, обратите внимание на бельё Флорис. Мне кажется, я вам уже и горошек, и клеточку показывала и всё. Мне очень нравится бельё. Мало того, ткани разные-приразные. Хочешь бязь, хочешь перкаль. Вот Флорис, это, кстати, перкаль был. Так ещё и расцветки. Однотонных море, цветных море, светлых и тёмных. У кого какая спальня, никто без покупки не уйдёт. Что вы думаете? Хочу закончить ролик в своём новом платьишке. Сижу, кривляюсь, примеряюсь. Ну, не ждала, не гадала. Вот такое платье мне. Прости, подруженька, прости. Ну, что я могу поделать? Каждому своё. Кому платье нового, кому постельный комплект, постельного белья. У меня прямо, знаете, мысли с головы не выходят, что подобные платья, они абсолютно, вернее, женщинам абсолютно любого возраста подойдут. Как на молодёжи всё это смотрится. Красиво, да? Вот. И на чуть-чуть постарше. Так вот, с внуками сидишь, шаль накинул очочки, и читаешь ему сказки. И бабушка красавица. Мечты-мечты, где ваша сладость. Ну, а если серьёзно, я от всей души благодарю магазин «Василёк» за предоставленную радость. И тебя, мой добрый зритель, за внимание. Ссылка в магазин под видео. Проходи, выбирая именно то, что нравится тебе. Ну и наше традиционное «До новых встреч», а они обязательно будут.